Субтитры сделал DimaTorzok Кошачьих глаз Которые привезли из Йемена В общем к вам во двор хуй знает откуда примчится колесо и Впечатляет, не правда ли? А чуваки в кожаных куртках возле ночных клубов Постоянно твердя, что колеса открывают двери В новый мир неповторимых ощущений Ну судя по видео, они и закрывают Довольно таки неплохо И не меньше самого закрытия двери меня впечатлило Как угарно трахаются жирафы Блин ладно Как четко колесо проехало между двумя бордюрами И вопрос, который меня мучает с самого первого просмотра этого видео Откуда оно катится? Может быть оно отвалилось от пятиколесного автомобиля И отправилось искать свое предназначение в этом мире Или это такая таргетинговая реклама Машина монтажа по соседству На улице плюс 20 Пора на летнюю резину переобуваться Короче, не знаю как вы, а я очень жду новую серию приключений колеса Кто знает Возможно оно когда-нибудь прикатится и в ваш двор Если вас зовут Алена Радуйтесь, что не Ибрагим Ну сами понимаете Девушка с именем Ибрагим Это как минимум странно А еще более странно Если у вас есть ей пенис и вагина И они соприкасаются И расстраивают друг друга Но следующее видео не об этом Следующее видео о том, что если вас зовут Алена, никогда не торопитесь Даже если вас подгоняют Алена, давай живее Алена Ёлки-палки Ты чё? Чё, чё, пизданулась? Не видишь что ли? Так, ребят, давайте успокоимся Сосредоточимся И уделим минутку внимания Вот этому скриншоту И как следует с него угорим И кстати, у видео есть продолжение В виде вот такой фразы А прыгнула красиво Ну да Красиво Вот что значит настоящая поддержка Хотя после Алены еще одна девчонка прыгнула Но вот такой красоты в ее прыжке я не заметил Поэтому думаю, парень первой девчонки обращался В общем, я думаю, Алена далеко пойдет Если на ее пути скользких трамплинов не будет А вот это видео называется Пол против пенька И, к сожалению, это не возвращение Легендарного опасного поцака Все куда более тупо, но не менее смешно Блин, я не угадал Я думал, у него бампер отвалится Но ребята оказались умнее, чем я думал И правильно закрепили трос Правда, на этом их интеллектуальный запас закончился И в дело вмешалась физика Вообще, это видео даже тупее, чем вы думаете Здесь происходит целых два дебильных действия Один чувак пеньком разбивает себе заднее стекло в машине А второй все это снимает вертикально Все-таки в этом мире есть справедливость Я думаю, вы заметили, что во всех видео, которые сняты вот так Вечно происходит какой-то пиздец Все это из-за того, что когда вы снимаете видео на телефон И поворачиваете его в вертикальное положение Смещается баланс гравитационного поля местности Из-за этого все предметы в радиусе 20 метров от вас Начинают притягивать негативную энергию В итоге происходит ее коллапс, порождающий вот такие ситуации В общем, мораль всего видео такова Лучше дать косарь профессионалу, который сядет на пенек Только избавиться от него, чем потом платить за ремонт машины А вот это видео из разряда Бля, почему они это так делают? И серьезно, увидев это, вы почувствуете себя грязным и использованным Поэтому давайте, наконец, посмотрим Что, блядь, за хуйня здесь происходит? И ведь наверняка эти чуваки в тот момент думали Блядь, тупые американцы Придумали хуйню какую-то Чего все в этой фрисби такого веселого нашли? Они, наверное, первый раз, когда на баскетбольную площадку вышли Подумали Какое-то странное футбольное поле И самое интересное, что, по всей видимости, им все равно весело в нее играть Потому что они продолжают Так, стоп, я что-то сразу не обратил на это внимания Но что делает девушка на заднем плане? Она тупо стояла в воде и изучала свое ущелье на протяжении секунд 30 Может, она хотела сделать себе пещерное озеро? Или это такой беспалевный способ воду ожелтить? Просто на ходу у нее не получается Вот она остановилась, чтобы проинспектировать свои половые органы На наличие отклонений от нормы Но отклонения были только у чуваков, игравших с фрисби И если им было довольно интересно играть в нее таким способом То представьте, что с ними будет, когда они узнают, что ее можно запускать вот так Да они от радости так заорут, что бабы на заднем плане от неожиданности руки из трусов, наконец, вытащат А вообще, они, скорее всего, просто троллят окружающих Ну что ж, вы досмотрели этот эпизод до конца Я вас поздравляю И хотелось бы сказать спасибо За то, что вы это сделали А еще Я скажу вам спасибо, если вы зайдете на мой второй канал Муран Дейс Зацените его Подпишитесь и позовете всех своих друзей и близких тоже его смотреть А если вы уже подписаны Спасибо вам А еще будет просто замечательно, если вы поставите палец вверх И подпишитесь на новые видео И тогда жвачный король оставит вам блок жвачки Самый вкусный У которой не кончается вкус Это был Плюс 100500 Меня зовут Максим Пока Каждому известно выражение На детях гениев природа отдыхает Но откуда оно взялось? Ученые до сих пор не нашли универсального способа Даже для определения уровня интеллекта Штока в том, что механизмы наследования во многом похожи на русскую рулетку Один из примеров, который ставит под сомнение народную мудрость Дочка физиков Пьера и Марии Кюри Ирэн Кюри пошла по стопам родителей И получила Нобелевскую премию по химии Пока Все в маму Пока Я обозлутый чувак Я пришел сюда, чтобы рассказать вам эту охуительную историю Она такая пизданая, что вы сейчас охунеете, когда вы ее услышите Когда я начинаю рассказывать, у меня начинает болеть вот здесь Это хороший знак Так вот, этот Полипель шел ко мне вчера в 8 вечера и говорит Дай мне какарку Я говорю, какарду? Он говорит, какарку Я ничего не понял, что он сказал Но я пришел и дал ему какарку Он ушел На следующий день приходит его жена и говорит На хуя ты дал ему какарку? Я говорю, что ты хочешь, раз меня не знаю, что такое какарка И тут я жена начал говорить с одесским акцентом Непонятно Но после этого У меня очень чесалась попа Я пошел к врачу, он сказал Не чеши больше попу Я не чесал и все было хорошо Вот такая вот история Пока Что тебе понравилось?